Михаил Пшеничный родился в августе 1989 года в Киеве. В его семье не было никого из мира театра или кинематографа. Но актерская профессия манила Мишу давно. В средних классах он с удовольствием выступал на школьной сцене, был ведущим различных мероприятий. Ему нравилось быть в центре внимания и перевоплощаться в разные образы. По окончании школы Михаил поступил в Киевский университет имени Карпенко-Карога, где обучался на курсе народного артиста СССР Юрия Мажуге. В 2010 году Пшеничный получил диплом театрального вуза. После окончания университета молодой артист был принят в Киевский академический театр драмы и комедии, которым руководил народный артист России и Украины Эдуард Митницкий. Именно тут началась творческая биография Михаила. Два года он выступал на сцене театра на левом берегу Днепра. В свои наиболее яркие роли он сыграл в постановках «Голубчики мои» и «Ах, мой милый Августин». Профессиональный рост актера-театралы смогли отметить в 2012 году в спектакле «Поздно пугать», где он появился в образе Аркаши, и «Гости грядут в полночь» по пьесе Артура Миллера. Кинематографическая биография Михаила Пшеничного началась в 2007 году. Первые роли в кино – это сериальные. Сначала это были эпизоды или роли второго плана. Но уже скоро актеру стали получать играть более заметных героев. Артист дебютировал в мелодраме «Бывшая». В 2012 году Михаил Пшеничный переезжает в Москву. Именно здесь у артиста появились его звездные роли. В 2012 году зрители увидели Мишу в лентах «Невеста моего друга» и «Ящик Пандоры». В этом же году Михаил появился в образе кардиолога в сериале «Костоправ». Еще одна звездная роль досталась ему в нашумевшем проекте «Ефросиния». Всего с участием Пшеничного в этом году вышло 5 фильмов, и артист становится узнаваемым. Но по-настоящему известно, актер проснулся в 2013 году, когда на экраны вышел замечательный драматический фильм «Параджанов». Миша блестяще перевоплотился в осмедовителя КГБ. Эта историческая лента принесла ее создателям множество наград и премий зарубежных фестивалей, а ее артистам – славу и узнаваемость. В осенью 2014 года зрители увидели на Первом канале замечательную семейную сагу под названием «Дом с лилиями», в которой Михаил сыграл Костю, одного из главных героев. 2014 год оказался для киевского актера настоящим годом прорыва на большой экран. Он работает в чрезвычайно плотном графике. За год Михаил успел сняться в 12 проектах, в половине из которых он сыграл главных героев. Наиболее примечательный из работ 2014 года – «Плено обмана» и «Год в Тоскане». В этом же 2015 году на канале СТС состоялась премьера мистического триллера «Луна», где Пшеничный появился в образе Андрея Ушакова. Еще одна очень яркая премьера 2015 года – это фильм-сага «Долгий путь домой». О личных отношениях актера известно немного. Его самой большой любовью можно назвать Любаву Гришновую, вместе с которой актер учился в театральном. Также, не без вмешательства судьбы, Павочка встретилась и на съемках фильма «Ящик Пандоры». Видимо, все-таки Михаилу удалось покорить возлюбленную, тогда, когда завершились съемки фильма «Невеста моего друга». Михаил и Любава практически не расставались. Рассказывают влюбленные, периода ухаживания у них не было. После окончания съемок Михаил пришел в гости, и больше они не расставались. Все произошло само собой. Отношения не развивались по классической схеме – знакомство, свидание, первый поцелуй. А конфетно-букетный период у них длится до сих пор. Им нравится дать друг другу подарки и устраивать сюрпризы без всякого повода. Михаил не перестает радовать возлюбленную и удивлять. Отложение Михаил сделал Любави во время отдыха в Доминикане, на берегу океана. Он очень хотел, чтобы все получилось красиво и романтично. Как рассказывает Любава, я всегда нервничала, потому что Миша постоянно куда-то уходил. Но когда увидела любимого, приближающегося ко мне в белой рубашке и брюхах, то все поняла. Миша встал на колено, притянул коробочку и попросил стать его женой. В этот торжественный момент нас накрыло огромной волной. Когда волна сошла, я первым делом спросила, не потерял ли он кольцо. Пожелаю Михаилу счастья в личной жизни и больших творческих успехов. Продолжение следует... Продолжение следует...